Электричество. Оно везде. Оно в мобильном телефоне, в ноутбуке, на потолке, на улице, в машине. Почти везде. И оказаться вдруг без этого блага цивилизации очень непросто. Проблемы жителей СНТ Ильинская сегодня у всех на устах. Каким образом и почему для 400 человек наступил конец света, рассказывает Елена Бабина. Произошло преступление явно террористической направленности. Так жители СНТ Ильинская характеризуют случившееся 5 августа. А произошло следующее. Владелицей четырех земельных участков Оксаны Ивановой без всякого уведомления были проведены работы по отключению линий электропередач. Проще говоря, гражданка Иванова снесла железобетонную опору ЛЭП высокого напряжения. Я уже пенсионерка, муж пенсионер. Мы оба ветераны труда. И вот так вот под старость лет у нас вот такая счастливая юность получилась. С забастовками я даже не знаю с чем. Ситуация крайняя и что нам делать в этой ситуации мы просто не знаем. Кстати, электрический столб, по которому шли провода в СНТ, находился именно на участке гражданки Ивановой. И он помешал строительству. По словам землевладелицы, приобретая эти угодья, она не имела никакого обременения. Поэтому посчитала, что вправе не заботиться о судьбе людей, которые получали электричество по этой высоковольтной линии. Однако жители утверждают, что пользовались электричеством на законных основаниях. Администрация сельского Горкинского округа и колхоз выделили землю под строительство этой линии. Мы прошли все согласования, выполнили технические условия. Потом эта линия сдавалась в Подольске. Потом принималась с Домодедовскими энергосбытом. Эта линия законная. Наша линия находится на этой территории с 1994 года. Все документы, которые необходимы, мы собрали. Также МОЗ «Энергосбыт» нам дал развернутую справку о том, что линия – это наша, что мы ей питались 20 лет, мы их исправно за нее платим. Жителей особо интересует законность покупки этих участков. К тому же с линией электропередач. Этот вопрос они адресовали представителям районной и городской администрации, которые прибыли на место происшествия на следующий день. Одновременно по ТО городского хозяйства в тот же день были проведены обследования возможности установления столбов в обход земельных участков Ивановой. Обследование показало, что установить дополнительные столбы невозможно ввиду наличия оврага, а также цекучих грунтов. Коллективу СНТ было объявлено, что по временной схеме будет подаваться электроэнергия от дизельного генератора, что и было сделано. Однако в последующем выяснилось, что эту ситуацию невозможно считать чрезвычайной, и жителям необходимо расплатиться за использование дистоплива для генератора и его транспортировку, что ни много ни мало, а 150 тысяч рублей. Впрочем, сей факт на восстановление электричества никак не влиял. К сожалению, других действий администрации на сегодняшний день с учетом 68-го федерального закона о чрезвычайных ситуациях на сегодняшний момент действий осуществить не может. Мы надеемся, что следственные органы разберутся в сложившейся ситуации, потому что все материалы сегодня и из Росреестра, и из администрации, и из СНТ направлены в прокуратуру. В администрации города ежедневно проводились совещания по вопросу обеспечения электроснабжением СНТ «Ильинская». И даже было вынесено решение, где рекомендовали виновнице аварии восстановить опоры до 9 августа. Протокол совещания подписали все участники, включая Оксану Иванову. Но после этого она сообщила, что никакого восстановления не будет. Руководители города также предложили жителям за их средства построить линию в обход участков Ивановой. Они нам предлагают заменить нашу законную линию на незаконную. При этом бюджет нереальный в миллион триста рублей. Соответственно, наши жители отказываются соблюдать, собирать эту сумму. Произошедшее в Ильинском достигло большого резонанса. Поэтому глава Ленинского района Сергей Кошман созвал экстренное совещание по этому вопросу. Где твердо сообщил, что все действия жителей по восстановлению электроснабжения СНТ должны быть направлены на правовое и законное решение. Также мы рекомендовали самим жителям СНТ Ильинское осуществить комплекс мер, направленный на гарантированное получение электроэнергии. Это может быть либо решение вопросов установки капитального кабеля, который позволит решить эту проблему, либо вопросы, которые обязывают установку сервитута соответствующей линии электропередачи и получение таким образом электроэнергии. Район готов в дальнейшем оказывать содействие в выдаче любой разрешительной документации в части строительства новых линий ЛЭП для того, чтобы обеспечить жителей СНТ бесперебойным электроснабжением. Ну а пока судебные разбирательства не начались, жители вот уже четвертую неделю остаются без света. Подавать сигнал СОС – вот все, что на данном этапе остается людям. Вот мы просто, уже можно сказать, в последний раз и на последнем издыхании обращаемся к администрации, к прокуратуре, примите, наконец, меры, разберитесь, кто совершил это преступление. И обеспечьте людей жизнеобеспечивающим ресурсом, электроэнергией. Мне без света очень плохо. Мама не может приготовить еду, потому что нету света. Скоро в школу, а я не могу подготовиться к ней. Одна бандитка устроила нам этот кошмар, а 400 людей вынуждены вот так вот жить тут, как-то сопротивляться не знаем как, необученные. Хотя жители все-таки пытаются бороться своими методами. С 23 августа круглосуточно блокируют участок Оксаны Ивановой и фуры, которые привозят груз для производственного ангара, расположенного у хозяйки. Мы просим, требуем даже, можно сказать, компетентные органы разобраться. Мы видим вот этот вот ангар, это производственный ангар, и стоит он на земле ЛПХ. То есть никакого разрешения на этот ангар, на производстве нет. Трудно судить, насколько законно поведение самих жителей. Но возникшие ситуации, пока все законы, к сожалению, не на их стороне. Будем надеяться, что только пока. Свет нужен. Кто виноват, что разберутся. Но свет должен быть для людей. Это жизненно важный вопрос. Да будет свет!